Ну сколько по времени стоит? Ну сколько? С десяти это сколько? Один, два, три, четыре часа. Потерянное время пожилым ангарчанам уже никто не вернет. Возмущение в очереди нарастает с каждой минутой ожидания. Пенсионер Виктор Беспрочных, как и десятки его соседей, пришел в ЖЭК за справкой о составе семьи. Только так он может уберечь семейный бюджет от коммунальных переплат. 85 видов справок, они должны собирать между собой, между ведомствами, чиновники. То есть не нагружая пенсионеров. И люди в принципе больные, старые, целый день теряют здесь в очереди. Назвать это хамством, значит ничего не сказать. Это просто издевательство над населением. Подпрек население. И люди роют носом, а они там радостно потирают ладони. За них кто-то делает их работу. В частности на наши плечи переложили свои служебные обязанности. Отстояв эту очередь, пенсионер должен встать в другую. Уже в офисе регионального оператора. Его люди штурмуют уже несколько дней. Местные работники оказались не готовы к такому натиску посетителей. У меня ожидали, что Ангарск у нас такой активный город. Потому что перерасчет же не только в Ангарске, а около 20 муниципальных образований отклик только в Ангарске. Но дело вовсе не в активности, а во внимательности. Сотни ангарчан получили квитанции от рекоператора по вывозу мусора. Суммы, предъявленные к оплате, повергли горожан в шок. Словно из воздуха, в платежах появились неведомые жильцы. К реальному числу прописанных в квартирах людей сотрудники РТНО умудрились прописать в среднем по паре человек. В 2018 году купила квартиру в 17 микрорайоне. Адрес точно называть не буду. И до настоящего времени прописана одна и проживаю одна. А квитанцию мне прислали, что там трое человек проживающих, а прописанных вообще никого. То есть данные, откуда они такие взяли, я не знаю. В головном офисе рекоператора РТНО своей вины в коммунальном коллапсе не видят. Руководство объясняет, что квитанции заполнялись согласно данным, которые пришли от коммунальщиков. Я подчеркиваю слово «не прописанных в квартирах, а проживающих». Для уточнения данной информации мы обращались и в Министерство жилищной политики, и непосредственно в муниципальное образование, и в управляющие компании. На основании этих данных мы сделали начисление. Справедливости ради стоит отметить, что данные о регистрации ангарчан региональному оператору отправили только управляющие компании. Мэрия ответила РТНО отказом, так как по закону не имеет права передавать персональные данные людей. Однако, получив корректные базы жильцов, сотрудники оператора по вывозу отходов не смогли заполнить квитанции правильно. Актуальность этих данных может быть не по вине компании, потому что глютус непрописанных проживающих оставляет желать лучшего. Но эта ситуация не критична, поскольку потребитель, человек, ему в этом плане открытый, может обратиться, предоставить те актуальные данные, которые есть на сегодняшний момент, и мы сделаем, соответственно, перерасчет. Несмотря на неразбериху, паниковать ангарчанам не стоит. И уж тем более не нужно тратить на ожидания в очередях свое время. Справки о составе семьи управляющей компании могут сделать по вашему обращению к определенному сроку. Для этого достаточно позвонить и обозначить потребность. Забрать документ можно в любое время. Передать справку рекоператору можно лично в ангарском офисе компании или по электронной почте. Кроме того, спешить с оплатой по неправильным квитанциям не надо. Лучше дождаться перерасчета. Мария Константинова, Дмитрия Новопашин. Местное время.